Даже если отказали ноги, все равно можно взойти на сцену. 16-летний Артем Степанов с раннего детства прикован к инвалидной коляске. Мечта стать гитаристом для него так и осталась бы только мечтой, если бы не фонд Владимира Спивакова. На престижные конкурсы, несмотря на талант, гитариста с ограниченными возможностями пока берут неохотно. Эту проблему маэстро Спиваков обещал решить уже в этом году. А пока его фонд для Артема делает то, что в силах. Находит преподавателей, устраивает концерты в лучших залах Москвы, готовит к поступлению в Венесинку. Для меня, в принципе, достижение большое, что именно в концерт участвую. То есть я, в принципе, так сказать, выступаю за аплодисменты по большей части. Возраст артистов и большинства зрителей от 5 до 16 лет. На концерте «Ждем весну» дети играют детям. Стипендиаты фонда Спивакова – воспитанникам детских домов и интернатов. Братья Максим и Вадим Моисеевы перед выходом тщательно распевались. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Юные барабанщики из казачьего кадетского корпуса имени Шолохова несколько раз репетировали построение. Они уверены, ровесники и те, что в зале, не простят фальши. ПЕСНЯ Выступление в камерном зале Дома музыки завершает цикл концертов стипендиатов благотворительного фонда Владимира Спивакова и открывает новый, посвященный победе Великой Отечественной войне. Потому и на сцене воспитанники кадетских корпусов и звучит маршевая военная музыка. ПЕСНЯ Вот эти песни удивительно передавали этот аромат времени, эту веру, эту тягу к жизни и к созиданию. И нам очень хочется, чтобы эта вера возродилась, чтобы сегодня люди тоже верили и созидали. С кадетскими корпусами фонд Владимира Спивакова сотрудничает уже 13 лет. Вместе устраивали фестивали, а выезжали на гастроли за границу. За эти годы и число корпусов выросло с 3 до 130 по всей России. И творческих коллективов в них прибавилось. Есть даже свой ансамбль танцоров-лезгинки. ПЕСНЯ Когда мы говорим о корпусах, вот кажется, это мальчики, которые носят форму и ходят с троем. А на самом деле в каждом корпусе есть замечательные таланты, замечательные музыканты, танцоры. Хотя этот концерт последний в абонементе «Дети детям», совсем скоро воспитанники кадетских корпусов и стипендиаты фонда Спивакова встретятся снова. Через месяц стартует фестиваль «Москва встречает друзей». Самый масштабный из всех, где участвуют юные таланты. Дарья Ганиева, Игорь Никулин, Сергей.